Сегодня в нашем университете мы проводим мероприятия, посвященные Всемирному дню «Заведи сердце». Стараемся как можно больше людей обучить первой помощи, не бояться подойти к людям, стремиться оказать помощь человеку на улице, пострадавшему. Мы обучаем как медиков нашего университета, студентов, так и не медиков, очевидцам, оказавшихся на месте происшествия. У нас станция Hands Only CPR, мы проводим компрессии грудной клетки без искусственного дыхания. Ситуация такая, что, например, пациент в поликлинике потерял сознание и упал, он не дышит, сознание отсутствует, но необходимо проводить только компрессии грудной клетки. Аппарат-помощник реаниматора показывает, правильная или неправильная глубина компрессии идет. И мы с коллегами с нашего реанимационного общества, с руководителями, решили провести некое мероприятие в нашем университете. То есть дать возможность студентам оторваться от лекции, оторваться от теоретической подготовки и попробовать свои силы на практике в ситуации, приближенной к реальности, и посмотреть, кто на что способен практически в настоящей ситуации. Хорошо, два пальчика за подбородок, запрокинуть голову, смотрим на грудную клетку и считаем до 10. Видите, как она устойчивая? Да. Дышит? Дышит? Ну, конечно, скорее всего, в быту мы увидим деревянную палку. Яркий пример, я сюда прихожу, и первая деревянная палка, которая мне попала, она сюда унесли, это были грабли для того, чтобы убирать листья. Это не так сложно, легко, кстати, как кажется сначала. Ну да, конечно. Так, а так она у меня не упадет. Ручку еще лучше под голову положить. Шприц-то выпусти. Хорошо, ее не тошнило, ничего, все хорошо. Ситуация, когда лесник собирал грибы и вдруг попустила змея. И вот я случайно увидела, и нужно оказать первую помощь. Меня жизнь научила, что змеи вообще не прикасаться, не подходить, они сами уползут. Я, как инструктор, смотрю, наблюдаю за данным выполнением. И у нас чуть позже будет рассказано, как, что правильно это делается. У компрессии, правильно, а потом 15 на 4. Нет, не на 4. Под названием «Оказание первой помощи беременной женщины, потерявшей сознание в метро». Особенность в том, что ее матку нужно смещать влево, для того, чтобы увеличить приток крови к сердцу, освободив нижнюю полу вену. А на тебя смотрят вокруг окружающие и говорят, «Ты же врач, ты же учишься в медицинском вузе, ты же купила себе белый халат, ну-ка, скорее скажи человеку помощь, да? И ты такая в панике, что же делать?» «А это обычный случай, то есть не утопленник там?» «Это утопление в пресной воде, да, держи тебе подсказочку. Как действовать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, умница, только руки не отрывай». Непосредственно шел ему в дыхательные пути. Вот, пять спасительных вдохов делаем. По статистике, более 350 тысяч человек в год погибают от внезапной сердечной смерти и от того, что им не могут на месте грамотно оказать первую помощь. А нужно всего лишь поставить ручки в замок и начать сердечно-легочную реанимацию. Руки у замки должны быть, уже съехали. Да, вот.